Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, значит воскресная рубрика! И у меня для вас сегодня особенный вопрос и особенное такое вот послание именно в честь День Защитника Отечества! Потому что мы с вами, как настоящие библейские мужики, призваны защищать Отечество! Об этом будет сегодня вопрос и ответ! Вопрос, на который я сегодня хочу ответить, может быть с первого взгляда не покажется вам, что он имеет прямое отношение к День Защитника Отечества. Но подождите, на самом деле имеет как раз прямое отношение. А вопрос следующий. Джастас, какое отношение должно быть у нас, как у христиан, к окружающей среде? Или имеем ли мы какое-то обязательство защищать и улучшать экологию, или, по крайней мере, его не портит? И вообще об этом что-то очень мало написано в Библии, что, как нам к этому относиться? Этот вопрос, в принципе, вообще все вопросы, связанные с экологией, в целом меня волнуют на несколько разных уровней. Во-первых, я живу в природе, от природы, намного больше, чем, наверное, большинство из вас. И поэтому вопросы о защите экологии, о том, что мы не загрязняли лишний раз окружающую среду, и не исчерпали эти драгоценные ресурсы, которые нам дано. Они мне, но близки, как никому. Но и также, с другой стороны, я вижу, как в Священном Писании, в Библии, в христианская этика и мировоззрение есть много чему сказать по этому поводу. И почему-то христиане так мало осознают их ответственность перед Богом именно в отношении экологии. Поэтому сегодня я хочу как раз посмотреть, сделать такой обзор Священного Писания от начала до конца, и посмотреть, что Бог говорит в Библии по поводу защиты природы, экологии и окружающей нами среда. В первых главах первой книги Библии в бытие Бог дает человеку первое великое поручение. До создания общественности или государства, до создания церкви или даже семьи Бог дает человеку поручение. И что это было за первой заповедь Бога в отношении человека? Это как раз было отношение человека с природой. И мы не должны про это забывать. Бог говорит в первой главе бытия, чтобы человек обуздал или царствовал, или по-другому владычествовал над природой. Это первая часть этой заповеди. Во второй главе Бог говорит, чтобы человек возделывал землю. Это уже второе слово. И еще, когда Он говорит, что Он посадил человека в Эдемском саду, Он говорил, чтобы Он возделывал и охранял. И поэтому здесь, в первых двух главах, у нас есть три отдельных уровня, или три отдельных слова, которые помогают нам увидеть, что Бог хочет от нас в отношении природы. Здесь очень важно сделать небольшую паузу и понимать, что христианское мировоззрение, христианская этика в отношении вопроса экологии, она имеет очень четкое и понятное разграничение. Бог, Он творец. Творец всего. И человека, и творения, и природы. Сто процентов. Человек – часть природы, с одной стороны, но он стоит над природой, как агент Божий на земле. И поэтому жизни человека намного важнее, чем жизни каких-то любых других организмов, но мы не должны использовать это как повод для того, чтобы пренабрегать или злоупотреблять природой, но, наоборот, понимая, что это дает нам великое, если и право, то огромнейшая ответственность как раз возделывать, охранять, да, и починить своей воле. Первое это слово – обуздать, владычествовать, подчинить своей воле, обозначает буквально, что мы имеем в виду, когда мы обуздаем коней, да, то есть мы обучаем их, подчиняем их своей власти для того, чтобы извлекать из них какой-то порзо, но без злоупотребления, потому что второе слово – возделать. Возделывать – это значит сделать так, чтобы состояние после твоего прихода было лучше, чем до твоего прихода, чтобы плодотворность была большая, чтобы разнообразия была больше, чтобы было больше порядок. И третье – это охранять, не допускать, чтобы мое возделывание и мое обуздание приносило ущерб той системе, в котором я вовлекаю себя. Вот этот триединный подход, он очень важный. А вы скажете, «Джаз, это было в начало, это было до греха падения, это все изменилось». Нет, на самом деле Бог имеет это отношение к природе по всей Священной Писании. Посмотрите, на 6 главе книга «Бытие» вся земля наполнилась насилием, люди перестали почитать Богу, и они реально стали очень злыми. И Бог говорит, «Я навлеку на мир потоп, я уничтожу этих людей, я каюсь вообще в том, что я их создал». Но о ком Господь заботится? 120 лет Ной строит ковчег, и, естественно, апостол Петр говорит о том, что Ной благовествовал и проповедовал праведность, но Господь сказал Ной конкретно, чтобы он построил ковчег для того, чтобы спасти животный мир. То есть Бог в своем ярости и в своем гневе не забывает про своих творения. И вот это вот триединное поручение, которое он дал человеку вначале, обуздать, возделывать и охранять остается прежним и в шестой главе. И это продолжается по всей Священной Писании. Сколько раз мы видим в псалмах различные восхищения природой, что псалмопеец как раз видит через природу величие Божие, или приводит примеры из возделывания земли в отношении нас и Господа. Допустим, Господь пастор мой, он мой пастух, он ведет меня, как пастух ведет своих овец. Также мы видим книгу притчей, что Соломон говорит, что праведник заботится о своих животных, что то, как мы относимся к животным, очень сильно показывает нас, какие мы есть на самом деле люди. В книге пророки Ионе, Иона хочет, чтобы Бог уничтожил Неве. Он говорит, хватит уже, они уже достаточно согрешили, давай их уничтожим. И Бог говорит ему, как тебе не жалко этот великий город со всеми его жителями. Не забудьте, что там столько-столько десятков тысяч людей, которые маленьким возрастом, они даже не научились различать правую и левую руку. И здесь тоже очень интересно, и сколько скота. То есть, Бог заботится даже о скоте. В законе Божьем, Господь говорит своему народу, дает законы о том, как они должны относиться к своим животным, как они не должны затворять рта мало-молотящего, да, допустим, или другие заповеди в отношении животных, именно потому, что у Бога есть забота о животном мире. И в книге пророка Аввакум, допустим, Бог осуждает осирийцев, потому что они до такой степени были злые, они до такой степени переполнили себя и свою всю окрестность носили, что он говорит, что даже птицы небесные, даже полевые звери, даже звери в лесу были переполнены ужаса от этих осирийцев, и поэтому Господь хотел их осудить. Во всей Писании есть забота от Бога в отношении природы, в отношении экологии. В послании к римлянам написано, что вся природа стонает по тяжести греха и ищет и ждет откровения сынов Божьих, потому что природа не согрешила, и она расхлебывается за наш грех, из-за того, что мы согрешили, согрешаем и идем против Творца, она страдает. И в самом последнем книге Библии, в книге Откровения, говорится о том, что Бог будет воздавать злые дела людей из-за того, что они уничтожали землю, что Он осудит беззаконников, осудит злых людей из-за того, что они уничтожали землю. То есть, в конечном счете, когда Бог будет судить землю, Он не только будет задавать вопрос, как ты относился к другими людьми, я обманывал, там, воровал, убивал, там, прободействовал или еще что-то, но как ты относился к Его земле, к Его природе? Как ты исполнял этот первый и самый-самый первый, если не самый важный, но по крайней мере, первый заповедь и поручение Бога обуздать, возделывать и охранять ту великая, прекрасная природа, которую Бог нам дал. Здесь, конечно, можно сказать справедливо, джастас, а какое это отношение имеет к День защитника Отечества? Где здесь защита Отечества? А я скажу вот что, в нашем современном мире вопросы о защите экологии, о хранении природы очень часто падают на плечи женщинам. Мы думаем, что этот вопрос, если нам сдавать бутылки или, не знаю, сдавать аккумуляторы, чаще всего более чувствительная половина человеческого раса думает об этом. А я говорю, что это наша задача. Ведь Бог не сказал Еве, чтобы она возделывала, охраняла и обуздала природу. Он говорил это Адаме. Конечно, Он дал Ему как помощница, она должна была помогать ему в этом великом его труде. Но ее задача была больше относительно приумножиться и наполнять всю землю живыми людьми. А именно вопрос возделывания, именно вопрос обуздания, владычествования над природой и охрана природы, это прямое, прямое поручение нам, мужикам. Как мы можем охранять наше Отечество, если мы его переполняем помойками? Когда мы едем в нашей прекрасной красивой России и по обоим сторонам дорог мы видим бутылки, мусорные завалы, непонятно, что происходит, когда мы загаживаем своими рейками, своими производствами и вы знаете, ребята, не женщины чаще всего сидят у руля вот этих мега корпораций или мега каких-то заводов, да, и не женщины сливают свои вот эти отходы в рейках, это мы, мы мужчины настроили эти системы и в наших руках его изменит. Ребята, нам нужно понимать, что Бог создал эту землю прекрасную, Он дал нам эту природу, но Он также дал нам инструкции по тому, как мы должны иметь отношение к Нему, и защита наше Отечество должно начинаться с того, что мы любим ту землю, которую Бог нам дал. Каждый человек должен иметь особую любовь, кто особая земля, которую Бог ему дал. Наша Россия, наша определенная экология, наши реки, наши озера, наши прекрасные леса, это наше достояние. Если мы не будем его охранять, если мы не будем его владычествовать над ним, возделать его и охранять его, то мы его потеряем. Мой призыв сегодня к тебе, это чтобы ты рассматривал вопросы охранения, охрана природы, возделывания природы, владычествования над природой, как твой священный долг, как долг, который ты должен выполнить как христианин, потому что Бог еще в начало времен дал эти заповеди. И как твой долг как мужчина, чтобы ты стоял на своей земле, на своем отечестве, с мечом в руках, сказал, я не буду причиной загрязнения природой, я не буду причиной, чтобы у нас завтра не было пресной воды, чтобы пить, я не хочу, чтобы наш чернозем был засоренный химикатами, я буду делать то, что я смогу, пусть очень малое, может быть это сдать батарейки, может быть это, я не знаю, поменьше покупать какие-то продукты, упакованные в пластмассе, или какие-то любые другие какие-то шаги для того, чтобы охранять природу, но пойми, что это не просто какой-то побочный эффект, это не просто те хиппи должны этим заниматься, мы, христиане, имеем поручение от нашего Творца, и не забываем, что в откровении один из параметров, по которым Христос будет судить нас, это если мы принимали участие в уничтожении земли, или если мы помогали исцелить ее, поэтому я считаю, что христианская этика как раз нас учит, что мы должны возделывать природу, и сегодня в день защитника Отечества я призываю всех мужиков к тому, чтобы они на самом деле имели именно такой настрой, защищать, оберегать, возделывать свой дом, свой очаг, дай аминь, но и свой участок земли, за который ты можешь взять сегодня ответственность. Ну и вот, друзья, это все, с праздником всех вас, пусть вас Господь сегодня благословит, пусть вас сияет светлым лицом на вас, и даст вам, и даст вам мир на этой его прекрасной Господней земле.